Пошел. То есть я буду просто держать. Работает она нормально, когда я по опыту знаю вот так вот, когда она снимает. И можно иногда ее просто делать крупные планы. Это я делаю, чтобы синхронизировать эту штуку. Так, я сейчас буду готовить самый супер полезный салат для такого времени, когда не хватает витамина. Мы берем емкость, куда мы будем сбрасывать ингредиенты. Вот, я нарезал руколу. Затем берем всякие такие проросшие прикольные штучки. Что я такое вот представить не могу. Микрогрин бренд такой называется. Залой для життя. Микрогрин мунг. Парустки богов. Как я себе представляю, что семечка, в ней хранится какой-то ресурс, минералов, энергии. Именно в тот момент, когда она начинает прорастать, происходит какой-то всплеск этих всех процессов. И считается, что именно в этот момент эти ростки необычайно полезны. Кроме того, это еще и вкусно. Это, например, микрогрин рилийский. То есть реально пробуешь, чувствуешь вкус ее. Здесь разные технологии, их можно резать, можно так бросать. Правильно вообще рвать их. Это лицерна. Такое себе растение. Как сорняк. Ну, с маленькими спешками. Подсолнечный. Вкуснятина. Микрогрин пшеницы. Микрогрин. Соль. Так. Ну, я взял из того, чтобы было в холодильнике. Что бы я, может быть, добавил туда? Немножко. Вкуснятина. 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 У меня куча железа. Видно, как он накисляется. Ужарили диску. Но в этот салат ничего этого не надо. Как мы делаем заправку? Есть типа как песто, сыр. И равномерно ее распределяем по стеночкам под салатом. И равномерно, и равномерно, и равномерно. Бери, бери. Она все равно можно смонтировать, обрезать и так далее. Понимаешь, поэтому лучше взять, если это важно. Берешь? Перезвоним. Перезвоним. У нас, знаешь, очень плен. Ну да, не, не надо. Мы синхронизировали звук, потом проще просто монтировать. Ты две дорожки сделал. И... Айди пальчики. Айди пальчики. Обожайте пальчики. Порезон. Так. Мясно. Мясно. Весно. Весно. Ну, на... Весно. Оaa. я вам расскажу пока про квас арсентьевский замечательный квас обожаю его но его обязательно хранить в холодильнике и для того чтобы получился еще более вкусного желательно вот купить открыть крышку оставить его на ночь и утром уже закрыть и поставить холодильнике его уже можно пить он становится мягче и вкуснее это такой секрет пользования арсентьевским что 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 у нас хранится в холодильнике что я вообще ем грибы шитаки более дешевая вариант не менее вкусный вешенки глина 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 чарин яйца при пылини удивили чем ценные существа перепелки тем что они болеют не так как курицы ну и вообще желательно их есть скажу вам вы вообще ничем не болеют ну и в идеале их еще заедать чем-то кисным но усвоилась что что у нас есть холодильнике ну сосиски это просто осталось от моих предыдущих друзей надо пожарить и отдать в офис стараясь их не есть мясо я умею готовить мясо очень вкусно отличную штука это филе качино фогра чука маслины маленькие морковки активе обожаю активе со зваками виолы на всякий случай ничего неплохой просто сейчас применим майонез корыстный полезный сладкого не пью гостей осталось супер супер острый острый такой соус отличный отличный сыр браев тут коллаген бананы яблоки перцы фигня мыльная нельзя такой покупать зимой черная редька класс картошки картошка очень редко супы очень редко им соки консервация крупы а продолжаем на чем мы остановились на намазывание я говорил о полезности яиц для организма коррекции на нем нем кальций куль и плавник что Переходим к салату. Мы намазали песту на стенки. Что мы это делаем? Чтобы оно равномерно распределилось по составляющим салата. Чтобы не было нигде сгустков и мочек лишнего. Салат это просто супер салат, который даст силу на весь день и на все выходные. Капуста. Самый недорогой незаменимый вид пищи для получения витамина С. Никакой апельсин для нас, людей, выросших на этой территории, не сравнится. Ну и плюс для людей, у которых пониженная кислотность, отличная штука для улучшения пищеварения. Да, она очень богата клетчатками и она очень серьезно чистит организм. Как веник такой. Ну горошек. Кстати, горошек премии ничем не отличается от бондюэль. Это абсолютно те же технологии. Я сто процентов уверен, что бондюэль делается в Украине и вот этот горошек делается в Украине. Но бондюэль стоит, скажем, 17 гривен, а этот 11. То есть ты, покупая бондюэль, покупаешь то же самое. Ну, имя. На вещи плоды ты бишь. На вещи плоды ты бишь. Морская капуста. Что ты можешь сказать о морской капусте? Зеленая, длинная. Валентин. И очень вкусная. Я когда был маленький, любил ее есть целыми банками. Да, потому что кроме капусты ничего не было. Никто ее не понимал, никто ее не ел. А это хоть радовало, что это такое лакомство, которое ты всегда можешь. Единственное, что ты можешь купить в советском магазине. В начале 80-х, ой, в конце 80-х, начало 90-х, 89-х, 91-х это была капуста. Больше ничего там не продавалось в 91-м году. Такая пропаганда вести гитарянство, советских руководить. Ну, ешьте капусту. Капусту и там еще были какие-то консервированные арбузы. И вещи соленые. Перец. Соль. Соль. Соль это очень важный источник всяких полезностей для организма. Поэтому хорошо бы кушать морскую соль и соль с разных регионов. Вот это из Перу. Не так. Соль он. Соль. 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 А вот и наш коктейль. Конечно, запах вообще. Недавно я такого рода сделал салат, и такой комплимент я девушка сделала, потому что это лучший салат, который она пробовала за эти четыре года. Конечно, неплохо еще сбрызнуть лимоном, когда нет капусты, но у нас есть капуста. Бесподобно и жутко полезно. Спасибо за просмотр! Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!